Социальная программа «Десятилетие детства» набирает обороты. Ее приоритетные направления – доступность ясельной группы школ, поддержка материнства, улучшение демографии. За время действия этой и других программ в Чубаксарском перинатальном центре произошли глобальные изменения. Здесь появляется на свет в среднем 20 малышей в сутки. Каждый со своей историей и неповторимым характером. Но он проявится потом. А сейчас важнее всего, чтобы новорожденные хорошо ели, крепко спали и прибавляли в весе. Для сохранения и укрепления здоровья младенцев нужно не только постоянное наблюдение врачей, но и современное оборудование. Мы закупили оборудование в рамках родовых сертификатов на почти 8 миллионов рублей. То есть это у нас и боксы о бактериальной среде, и столы специальные, неонатальные, для подогрева детей. То есть те детки маленькие, которые рождаются, они сразу помещаются в те условия, которые близки к условиям внутриутробных. Последнее новшество – это поступление 20 неонатальных кроваток для новорожденных. Они легкие, мобильные, прозрачные. И это больше всего радует мамочек. К тому же прямо в палате можно контролировать состояние малыша. Я хочу сказать, что я очень рада попала в это отделение, потому что, видите, здесь все оснащено. Мы в доме, в любой момент можно смотреть ребенка, посмотреть пульс, все геннады, температуры. Каждое рождение ребенка сопряжено с определенным риском. А если на свет появляются тройняшки, то тем более. Благодаря современному оборудованию малышам оказывается должный уход. Мы решили их назвать Дарья, Валерия и Арина. Это наши очень долгожданные детки, тройняшки. Три девочки у нас родились. Услови очень хорошие, роды прошли хорошо. Все оперативно сработали, бригада была большая. Все были на подхвате. За последние два года на оснащение амбулаторных поликлиник, экстренной хирургии и родильного отделения городской клинической больницы номер один поступило более 40 миллионов рублей. Модернизация будет продолжаться до 2027 года. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика.